Матчи обоих турниров пройдут на стадионе Фишт в Сочи. После Олимпиады его реконструируют к футбольному мундиалю. По срокам отставаний нет и быть не может, обратил внимание всех, кто причастен к проведению этих спортивных мероприятий в регионе, Вениамин Кондратьев. Особенно это касается работ по госконтрактам. Если вы не умеете, не беритесь за выполнение государственных подрядов. А если вы беретесь, тогда берите и отвечайте. В том числе и ценой собственной свободы. Никто никому не позволит сорвать строительные сроки, чтобы мы не кинулись, как последний вагон уходящего поезда. И все делали в последние месяцы. И любой ценой. Переживания останутся с нами, пока последний гость не уедет и в 2017, и в 2018 году. А болельщикам оставим только радость и сумасшедшие впечатления от увиденного. Вот это наша с вами основная задача. Серьезная проверка ждет Фишт уже в мае следующего года, перед стартом Кубка Конфедерации. Там пройдут три тестовых матча с полной загрузкой стадиона и всей инфраструктуры. Кроме этого, в Крае построят пять тренировочных баз для футболистов. Краснодарский край давно является надежным партнером оргкомитета. За что вам большое спасибо. Мы понимаем, нагрузку, которая лежит на Краснодарском крае, она в каких-то аспектах даже выше, чем у других регионов. У вас очень большое количество тренировочных баз. За это мы вам благодарны. В Сочи в этом году откроется и Центр подготовки волонтеров, которые будут работать на Кубке Конфедерации и Чемпионате мира по футболу. Он пройдет в 11 городах России. На Кубани матчи принимать будет в Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.